Жак Дро является давним партнёром международного благотворительного аукциона Only Watch, начиная с первого дня его существования. В этом году уже традиционно в восьмой раз известный швейцарский производитель часов безвозмездно передал аукциону, целью которого является сбор средств для финансирования исследований по лечению мышечной дистрофии Дюшена в дар уникальные часы. Компания создала специальные часы под названием «Гранде Секонде Скелет Уан», которые, как ожидается, будут выставлены на торги в Женеве 9 ноября. В этом году Жак Дро выбрала для участия в аукционе эксклюзивную версию своих новых часов «Гранде Секонде Скелет Уан» в керамическом корпусе. В этом уникальном исполнении представлен необычный циферблат, золотая часовая, минутная и секундная стрелки, а также красивый ремешок с закруглёнными кромками ручной работы. Все эти элементы исполнены в красной цветовой гамме. Красный цвет был выбран неспроста, так как он символизирует флаг Монако, где располагается благотворительная организация Only Watch. Корпус вместе с переводной головкой выполнены из чёрной керамики. Корпус имеет диаметр 41,5 мм и оснащён механизмом Жак Дро 2663 SQ с автоматическим подзаводом. Усиление прокрутки переводной головки отрегулировали до оптимально комфортных показателей, а при выборе цветовой гаммы остановились на чёрном. Так, между прочим, выглядит и весь корпус. Данная модель оснащена двойным спусковым механизмом, которая работает с частотой 4 Гц. Это обеспечивает запас хода около 68 часов. Ротор часового механизма изготовлен из красного золота с выгравированным индивидуальным номером. На сапфировом циферблате представлены круг с часовой стрелкой и больший по диаметру круг секундный, который смещён вниз. Оба они выполнены под стать дизайну в чёрном цвете. Винты крепления циферблаты выполнены из белого золота и расположены в пяти точках. Керамические Жак Дро Гранде Секунде Скелет 1 будут представлены на благотворительном аукционе OnlyWatch 2019, который пройдёт 9 ноября в Женеве. Ориентировочная цена составляет 28 000-35 000 долларов.